Сегодня судебные эксперты Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. В этом году у ведомства первый юбилей, 5 лет со дня образования комитета. Судмедэксперты Гомельской области ежегодно проводят более 40 тысяч экспертиз для следственных органов, органов внутренних дел и для частных бытовых разбирательств. За работой гомельских специалистов, которые сегодня могут ответить на почти 650 экспертных вопросов, наблюдала корреспондент Наталья Каприленко. Они точно не упустят ни одной детали. Так часто говорят о судебных экспертах. Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси начинает свою историю с 22 апреля 2013 года. Это день подписания главой государства указа об образовании судебной экспертизы как самостоятельного ответственного ведомства. В управлении по Гомельской области Государственного комитета готовится 30 видов самых различных экспертных заключений. Более 70% всех выполняемых экспертиз – незаменимая часть в расследованиях следственных органов. 28% судебных экспертиз проводятся по запросам органов внутренних дел. Оставшаяся часть от общего количества заключений – это экспертизы для судебных гражданских разбирательств. О судебных товароведческих экспертизах, которые назначаются при рассмотрении уголовных и гражданских дел или административных правонарушениях, знает все Татьяна Ивановна Дроздова. Товароведческой экспертизой занимается более 40 лет, проводит детальное обследование всех непродовольственных товаров, помогает экспертам-криминалистам и биологам. Когда рассматривается непосредственно на исследование, приходит товар – это большой объем работы. Во-первых, исследуется товар со всех сторон с целью определения назначения его, в соответствии каких-то нормативно-техническим актам, выявляются дефекты, выявляются причины их определения. Участие в судебных разбирательствах по потребительским спорам, оценка строительных объектов и конструкции для проверок следственных органов. Молодые специалисты и строительно-технические эксперты выезжают для проведения экспертиз во все уголки области. На данный момент самая распространенная экспертиза, которую мы проводим, это экспертиза по разделу недвижимого имущества и по определению порядка пользования земельными участками. Но не всегда нашим гражданам попадаются добросовестные исполнители, как и физические, так и юридические лица. И тогда уже перед нами судьи ставят вопросы о качестве работы. Кабинет экспертов-фоноскопистов напоминает небольшую звукозаписывающую студию. При помощи оборудования изучается около тысячи параметров одного только звука голоса человека. Главный эксперт отдела уверяет, здесь по голосу устанавливаются пол, возраст, социальная группа, эмоциональное состояние и даже вес человека. Посредством фоноскопической экспертизы чаще всего устанавливают принадлежность голоса тому или иному человеку, факты наличия либо отсутствия монтажа в звукозаписях. Ну и можем идентифицировать звукозаписывающие устройства. После введения в 2007 году фоноскопического учета практически на 70% уменьшили случаи так называемого ложного телефонного терроризма. Система автоматически проводит идентификацию личности по голосу и речи. В этом году впервые в Государственном комитете судебных экспертиз планируется разработка нового вида лингвистической экспертизы, которая будет определять авторство в высказываниях, наличие в них признаков экстремизма или скрытых оскорблений и подстрекательств к преступлению. Гомельские выпускники вузов, профессиональные филологи и лингвисты могут подробнее изучать работу экспертов и заявлять о себе. Наталья Каприленко, Сергей Лукашук. Новости недели.